Монотонное постукивание капель, грустная улыбка, одиночество. На струнах дождя историю одной жизни в Минске сыграла народная артистка России Ирина Муравьева. Доброе утро! В струнах дождя не скрыла долгожданные улыбки самой обаятельной и привлекательной актрисы российского театра и кино. Ирина Муравьева в компании с Леонидом Бичевиным и Анной Уколовой привезла в Беларусь комедию, хотя и с элементами драмы и даже детектива. Так что зритель смог не только насладиться великолепным спектаклем и блестящей игрой, но и получить тот необходимый заряд оптимизма, который всегда черпал в любимых кинообразах знаменитой артистки. А Ирина Муравьева и вне театральных стен не перестает верить в лучшее и радоваться жизни. Меня радует, что я еще играю, что я такая взрослая, что я еще играю, что я езжу. Я работаю в малом театре, у меня там замечательные роли, замечательные друзья, у меня прекрасная семья. Так что меня, собственно, меня все радует, меня все устраивает в жизни. На спектакле «На струнах дождя» Ирина Муравьева показала другую грань легкости. Легкости, граничащей с беспечностью и безответственностью и неизбежно заканчивающейся одиночеством. Однако не будем предаваться грусти. Актриса знает проверенный способ, как быстро и легко избавиться от сплина. Несмотря ни на что, жизнь прекрасна. Надо жить, надо жить, надо жить. Ах, наше поколение было похоже на птиц. Уже счастливых от того, что мы просто живем на этом себе. Невозможно полностью абстрагировать искусство от реальности. Может быть, поэтому зритель так любит творческие встречи с любимыми артистами. За галереей образов он хочет видеть живого человека с его взглядом на жизнь. Отдыхайте культурно.